Доброго всем дня, друзья! Меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же последний день на земле. Как вы помните, в прошлой части мы бегали по лесам, готовили алкоголь и на самом деле нашли первую детальку для нашего зомби-трека. Все эти детали я переставил вот сюда, тут у меня еще есть для него, оказывается, колесо, я совсем даже про него и забыл. Так что вот этот вот connecting rod, это не только то, что у нас есть для этого классного просто грузовичка. Дальше что у нас, ребята, есть? Приготовился здесь реально очень много алкоголя, я тут его просто готовлю, 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 все ягоды на него трачу и, блин, это на самом деле очень классно. Поставим сюда еще, сейчас закинем все ресурсы в наши печки, в наши не печки и все, в общем-то, попытаемся сделать. Еще, ребят, спасибо, что подсказываете, что вот эти металлические осколки, оказывается, можно переплавлять слитки. Я вообще, на самом деле, такой дурак, потому что я этого не знал, и вот сейчас только я понял, и спасибо вам, что в комментариях вы мне это подсказали. Это реально очень приятно, то, что такие вещи вы мне подсказываете, я это очень ценю, ребят, огромное вам спасибо. Также у меня тут накопилось дофига что-то еды, потом тут у меня камушек также переделывается, все, еще все спрашивают, типа, откуда у меня так много всего, где я добываю ресурсы. На самом деле, ребята, все очень просто, я, когда не снимаю, не сижу зря, я пытаюсь каждые 12 минут практически просто бегать в леса, добывать все это интересненько. Ну, конечно, не всегда это у меня получается, но по 6 стаков я точно с каждого этого, с каждой локации дерево либо камушка я точно забираю. Так что из-за этого все очень быстро копится. Так, здесь у меня ткань переделывается, я, по-моему, в этот раз ставил траву, так что сейчас мы снова ее поставим. У меня еще фабричная ткань тоже здесь появилась, это очень хорошо. Так, все, мы это переставили, ой, поставили, переплавляется пусть и дальше. Что мы сегодня, ребят, будем делать? Ну, думаю, то, что можно будет отправиться снова в леса, средний уровень сложности и добывать там наши долгожданные вещички все крутые и долгожданный пропуск в бункер Браво. Это на самом деле будет очень круто. Так, сегодня я возьму с собой в дорогу вот эти вот стейки, я вообще что-то с ними никогда не бегал, хотя у меня тут есть две морковки, давайте-ка посмотрим. У меня тут морковка, оказывается, еще осталась, давайте мы ее заберем. Так, еще, кстати, начал траву собирать, и я вообще понял то, что с этой травой семена так жестко собираются, это просто полная жесть. Я что-то реально удивился, раньше собирал, что-то не так много было, вот еще Бак вам показал, там сказал то, что не так уж и много. А на самом деле, блин, собираешь траву ровно, короче, с каждой локации у вас стак травы набирается и половина стака получается семян. И вот в итоге у меня столько накопилось, это вообще жесть. Так, давайте мы это переставим тоже в этот ящичек, и потом посмотрим, что у меня здесь по коже. Она вроде бы тоже себя переделась, хотя у меня кожа и закончилась. Так, у меня не такой уж и полный факел, так что мы, пожалуй, возьмем еще один, мне он пригодится. Хотя мы же идем в нормальную такую локацию, давайте-ка мы возьмем не факел, мы возьмем клюшку и мы возьмем мачете. А, я вам забыл совсем рассказать, ребята, как же у меня вылетело из головы. Вы, наверное, спросите, типа, куда я делал свои доски, которые у меня были здесь, вот просто все было досками заполнено снизу. Вот эти, получается, два ряда снизу, они были заполнены досками. И вы спросите, куда я их делал. Ну, у меня рядом появился торговец, я решил взять вот эти все доски и отправился к нему. И посмотрите, что я у него купил. Это просто жесть. Вот это я обменял на 20 досок, каждую штучку. А давайте теперь посмотрим, из чего все это крафтится. Это просто полная жесть. Вот эти торговцы, это, блин, одно из самых, блин, выгодных, что только существует в игре. 10 гвоздей, 10 слитков, 5 жестяных банок и 5 обработанной кожи. Ну, вы просто понимаете то, что вот это все, вот это вот все, что тут есть, я обменял просто на 20 досок. Которые я просто могу спокойно выбить с деревьев в самой легкой локации. Это вообще самый отличный обмен для меня. И, пожалуй, наверное, одну даже из таких оружек я возьму. А этот дурацкий факел я оставлю. Вот, ну нет, блин, может быть, на бомжатских зомбей, короче, я буду его тратить. Возьмем пару аптечек, потому что аптечек у меня вообще сейчас практически нет. И, блин, мне, наверное, стоит что сделать-то? Я вот думаю, может быть, мне сделать крутые аптечки, они мне больше пригодятся. Плюс у меня там очень много уже накопилось этого спирта, этого алкоголя. Сейчас мы, пожалуй, наверное, так и поступим. Для начала скрафтим обычные бандажи, 10 штук. И как раз таки потом соединим это все с алкоголем. И у нас получится по, ну, 10, в общем-то, получится больших. Это очень классно. Будем сразу одним бандажиком вот этой вот себе аптечкой восстанавливать себе фулл хп. Это очень хорошо. Еще, ребята, в общем-то, вы мне писали то, чтобы я, короче, отправился к соседу моему и собрал у него мотоцикл. Но, ребят, блин, видите, я свой-то до сих пор собрать не могу. У меня ни колеса нет, ни этих частей двигателя. Вообще практически ничего нет. Ну, блин, вот только пару деталек собрал, таких самых частых. И, блин, идти к соседу и там еще собирать мотоцикл. Мне кажется, если эта теория не сработает, то, блин, я вообще просто так потеряю ресурсы. А у меня этих ресурсов, которые там нужны, не так уж и много. Так что я бы не стал рисковать. Давайте сделаем 5 себе классных аптечек, которые мне будут восстанавливать аж по 100 хп. Это офигенно. Окей, ребята, все это доделываем. Блин, кстати, на самом деле, вы мне писали еще, чтобы я начал уже делать одежду, а то я уже заколебал голый бегать. И вот я тут сейчас, наверное, изучу вот это и изучу вот это. О, смотрите, какой-то новый крутой ящик. Он, по-моему, крафтится из деталей, которые еще недоступны. Блин, очень жалко то, что еще остальные слитки недоступны. Это у нас для АТВ или для чего? А, это для того, чтобы делать пивко дома. Нифига себе, офигенно. Такс. Ну, конечно, я не говорю ребятам пить и тому подобное. Просто уж офигенно, в плане того, что можно будет делать пиво, когда ты заходишь и писать где хочешь. А это для чего? О, щет. Это типа для добычи информации. Нифига себе. Очень прикольно придумано. Но, скорее всего, это только для декора. Окей, ребят, давайте мы возьмем тогда одежду, чтобы я уж голый полностью не бегал. А какая у меня одежда-то есть? Уже 5 пропусков в Бункер Чарли. Жесть. Какая у меня одежда есть? Возьмем эту куртейку. Потом, сколько? Ну, это возьмем тоже. Наденем сразу. Такс, дальше. У меня тут еще где-то были вроде бы вещички. Шляпку, может быть. А, вот штаны вот эти давайте тоже. Ну, все. Более-менее мы приоделись и можно уже отправляться. Надеюсь, чуваки с огнестрелом на меня налетать в этой части не будут. О, видели? Вышел. И меня не тронули колье. Вот я крутой. Так. Надеюсь, что чуваки с огнестрелом попадаться не будут. И пойдем мы, наверное, сегодня в лес. Потому что в прошлой части мы бегали, получается, в камушке. Там ничего не нашли. Сейчас пойдем в лес. Еще, ребята, я заметил то, что на меня скоро прибежит снова орда-зомби. Говнюки эти. Кстати, я еще бегал вот в эту дальнюю локацию с камнями. И там, кстати, ничего такого интересного нет. Она вообще практически ничем не отличается от вот этих вот локаций, которые прямо рядом со мной. Не понимаю, зачем туда нужно бегать. И вот эту тоже я один раз туда сбегал. Просто так ставлю по времени. Гуляю там на улице и где-нибудь еще что-нибудь делаю такое. Там ролик, может быть. Ой, куда я прибежал? Вот дебил. Мне же нужно было в другой лес. Дурак. Ладно, ошибся. Сейчас, короче, побежим обратно. В другой, короче. Ну там немножечко пройтись равно в итоге энергии, наверное, столько же и потратим. Хотя даже на самом деле и не знаю. Сколько я потратил энергии, чтобы сюда добежать? 15. А чтобы сюда еще мне потом добежать? Еще 15. В итоге 30. А так бы я, по-моему, 24 потратил. Блин, это отстойно. Это отстойно. Это отстойно. Ну хотя, может быть, и 30 бы и потратил. Просто не помню, сколько сюда нужно энергии. Ну да ладно. Еще, кстати, я слышал то, что хотят энергетики какие-то сюда добавить, чтобы энергия восстанавливалась. Это на самом деле очень классно. Еще ребята пишут то, что почему игра онлайн, почему она с интернетом, типа, если тут боты. На самом деле, ребята, все очень просто. Если бы эта игра была без интернета, то бы вы спокойно могли тут, блин, время перевести, и все, у вас бы была куча энергии. Но, блин, сами посудите, тут как бы идет, ну, немножечко прослежка за вашей энергией, чтобы вы как бы не перевели время, и игра находится из-за этого на сервере. Из-за этого она только как бы с интернетом. А так бы, блин, ну, тут, короче, нет, ребята, настоящих игроков, пока что здесь только есть обычные чуваки. Вы, конечно, по-любому можете встретить меня, потому что этот бот будет с моим ником. Но у него будет лут немой, у него будет лут какой-нибудь сгенерированный рандомно. Это буду просто я, но как бы не настоящий, это будет бот я. Вот, вы поняли? У него будет уже дроп, короче, немой. Тут так много фастбайтеров, и мне кажется, что это шанс на то, чтобы выбить пропуск Бункер Браво. Так, тут еще лутается второй или нет? Нет, второй не лутается. Так, ну, с этих мне ничего не выпало. Давайте залутаем тогда ящик, который тут где-то был. Ага, вот он. Так, ну, тут поблизости никого, так что лутаем. Немножко восстановимся, покушаем. Вот, еще раз вам объясняю, ребята, то, что игра с интернетом только потому, что тут как бы нужна прослежка за тем, чтобы вы себе энергию там не накрутили и тому подобное. То есть, ну, вы, наверное, сами бы уже догадались. Просто я объясняю тем, кто реально не понимает, почему, типа, ну, они еще при этом меня, конечно, обзывают, что тоже не очень приятно. Ну, типа, говорят то, что как так, если, блин, игра с интернетом, и как бы, почему тогда она не онлайн? Но здесь все гораздо проще, и она как бы не онлайн, но как бы следить-то за вами тоже надо. Вот, может быть, кто-нибудь читерить там будет, и, блин, вот за вами проследили, и все. Ну, конечно, есть взломанные оффлайн-версии, с которыми тоже многие уже играют, и пишут то, что вот, типа, смешно на тебя смотреть, как ты играешь. Я тут взломную версию скачал, и на изи все делаю. Но, на самом деле, это не очень классно. Так, сегодня я буду только кожу собирать с этих чувачков. Пока что у меня вяленого мяса полно. Так, огнестрел, надеюсь, сегодня не будет, и я выживу. Так, здесь у меня болты. Если будет огнестрел, нужно сразу делать ноги, ребята, потому что это будет полная жесть. Ненавижу чуваков, которые на меня прибегают с огнестрелом, потом еще... О, что-то для АТВ нашли. У меня, конечно, она есть, но я не знаю, сколько штук ее понадобится. Ну, на всякий случай, я ее брать пока что не буду. Все равно, до АТВ мне еще долго, ребята. Если, конечно, хотите, я начну ее собирать в комментах. Напишите мне, вот, интересно будет, хотите ли вы, чтобы я ее начал уже собирать. Просто там некоторых деталей для нее еще нет. Вот, кстати, слышал то, что для мотоцикла детали, ребята, можно купить донатом. Но я пока что это делать не собираюсь. В игру я пока что донатить не очень хочу. Так, вы мне еще писали, чтобы я профессионально как-то зомби убивал. Но на самом деле пока что у меня не получается от них профессионально убегать. Как-то у меня это немного тупо получается. Так, давайте добьем эту нашу клюшку. Совсем чуток остался. Потом уже добьем, получается, наш факел. Ого, нифига себе. И куда побежал? Дурак. Ну, загорел на себя других зомбаков. Ладно. Этого мы тоже убьем. Пока что, пока что мне ничего такого крутого не упадает. И бункер Браво для меня еще совсем-совсем не скоро будет. Еще, ребята, хотел сказать то, что к бункеру Браво я уже готов. Может, мне не писать по поводу того, чтобы я там, ну, подготовился к нему очень жестко и тому подобное. Я уже, ребята, знаю, что там будет. Я уже к нему реально готов. И не бойтесь со мной. Я там точно не пропаду. Все будет у меня окей. Так, того зомбака тоже, пожалуй, сейчас убьем. О, кто-то бежит. А, это этот, Токсик Спитер. Так, уворачиваться будем понемножку. Немножку. Замечательно. Ну, вы меня просили. Я такой, ну, ладно, типа, ничего такого в этом нет. Так, ну, давайте мы, наверное, какую-нибудь оружку поставим. Вот эту мачету. Замечательно. Все. Этого убили. И что с тебя классно выпадет? Ничего. Окей. Тогда мы возьмем обратно вот этот вот наш факел. Ой. Здорово, чувак. Блин. Не очень приятная ситуация. Ой-ой-ой-ой-ой. О, того чувака он тоже ранил. Замечательно. Давайте-ка мы так сделаем сейчас. Пусть он его тоже ранит. Замечательно. О, как я хитро придумал. Давай, мужики, еще раз его. Блин, не так уж и много они ему сносят. Давайте добьем и потом свалим с этой локации. Эй, восстанавливайся. Так, так, так. Хотя, ладно, у меня хватает хайба. Попробуем их убить. Ой, у меня... Стойте, стойте. У меня кончились же эти. Фух. Совсем забыл. Еда закончилась. Дурак. Чуть не помер. Фух. Чувака убили, это хорошо. Сейчас восстановимся, пожалуй, ягоды съедим. Что ж с этим поделаешь? Ягоды придется сейчас скушать. Потом возьмем сюда аптечки. Если что, будем восстанавливаться. Возьмем, пожалуй, вот эту оружку пока что. Потому что с этими чуваками придется немножко посложнее. Чтобы справиться, поставим получше оружку. Сейчас я буду пробовать, короче. Она классная такая. Еще попробуем убивать чувачков. Надеюсь, с этого чувачка может что-нибудь классное дропнется. Там типа, ну, что-нибудь реально крутое и стоящее. Так, ну, одежку мы, конечно, его всю заберем. Потом вот это заберем. Штаны тоже приоденем. И вроде бы все. Остальное мне не нужно. Так, заберем ягоды. Не такой уж и хороший лут что-то в этот раз на этой локации. Но самое главное то, что на меня не прибежали чуваки с огнестрелами и тому подобное. Так, там еще вон дропчанский из какого-то чувака валяется. Ну, это веревки. Потом. Ладно, сейчас будем тихонечко подходить к врагам. Так, это фастбайтер. С одного удара, думаю, его можно будет выносить. Замечательно. Что с тебя? О, я случайно заюзал, блин, эту мою. Да, блин, пошел ты, а. Так, ты пуляешься или нет? Ты тоже бьешь. Вот вы до говнюка. Хочу от вас увернуться. А вы, блин, в этот момент не пускаете в меня своих жидкостей этих странных. Так, а что я хотел? Я случайно заюзал мою аптечку, когда у меня было 44 хп. Просто я привык, потому что там еда. Из-за этого так получилось. Не подумайте то, что я какой-то там нуб. Окей, того сейчас мы тоже завалим, думаю. Почему бы и нет? Ну, пока что, ребята, вы, конечно, наверное, хотите, чтобы я сбегал в красный лес. Но, блин, вы же понимаете то, что там, ну, очень жесткие боссы есть. Ну, против которых я пока что справиться не могу. А если я не успею убежать, то, блин, мне просто хана там настанет. Что еще-то со мной будет? Если, кстати, на меня чувак с огнестрелом прибежит. О, колесо для... О, чопер колесо. Нифига себе, отлично. Если на меня какой-нибудь там чувак прибежит еще с огнестрелом, то я, кстати, могу выжить в этот раз. Я кое-что придумал такое интересное. Так, пивко давайте выпьем. И пойдем, пописываем. Вот на этого хочу пописать. Зеленого чувачка, с которого мне не выпал пропуск Бункер Браво. Давай-ка. О, хорошо. Замечательно. Так им и надо этим говнюкам. Вообще жадные все такие. Я просто... Либо надо мной издевается компания Кефир, которая делает эту игру. Там, работает над ней и тому подобное. Либо я просто реально неудачник, и мне никогда не выпадет пропуск Бункер Браво. Кстати, ребят, вы мне можете в комментарии не писать то, что, блин, вам там выпал там или не там. Ой, на меня чувак прибежал. Нифига себе. Этого я не ожидал. Этого я не ожидал. Ну, давайте, что, будем этой фигней драться против него. Так, сейчас еще она сломается. Восстановимся. Так, чтобы взять, возьмем вот эту мачете. Ну, давайте убьем их. Отличненько. Фастбайтера убили. Этого тоже завалим сейчас по-быстрому. И все. В итоге, два их мочканули. Забираем это. Так, с этого все забрали. Эй, ты что не двигаешься? Эй-эй-эй. Зависла игра. Ничего себе. Это классно. Это классно. Такое у меня уже было. А вот все отвисло. Так, новая одежка. А эта, кстати, она помощнее, та, которая у меня. Нет, это получше. Давайте-ка мы ее лучше приоденем. Дальше ботинки у меня сломались. Да, сломались. Ну, с этого вообще ничего классного. О, на меня бежит кто-то. А, это фастчемпер. Ну, убьем его давайте. Так, с себя тоже ничего классного. Ну, у нас появилось колесо на чоппер. Это хорошо. Теперь оно у меня будет. И я уже, получается, колеса собрал. А то я что-то давно не мог дойти колесо. Немножко напугался, конечно, когда на меня прибежал этот чувак. Просто я с другими зомбаками дрался. Ну, вы заметили, всегда эти боты прибегают тогда, только когда, ну, я реально в неловком положении. Так, давайте мы возьмем вот эту вот оружку. Мачете для меня пока что слишком дорого. Ой, как раз-таки она с одного удара выносит этих фастчемперов. Ну, 80 хп она, короче, сносит. Это хорошо. Так, давайте этого обычного зомбака убьем. Так, с него мы еду скушаем и заберем кожу. Такс, ну и что, еще побегаем. Тут были бы еще, наверное, были еще сундуки же вроде как. Или я все, что ли, залутал? Ой, на меня кто-то бежит. А, это обычный чувак. Сейчас мы его завалим, давайте. Ну, нам вообще практически ничего не сносит. Сейчас мало хп будет. Я такой, хоп, и заезжаю аптечку. Замечательно. О, у него были коли, я их заберу. Они мне понадобятся. Так, штаны эти у него, конечно, получше. Я их тоже забираю. И ботинки, наверное, тоже получше. Ну да, забираем, замечательно. Собираем здесь все ягоды. Здесь уже троих, что ли, поубивали. Это вообще замечательно. Так, собираем. Еще кто-то на меня бежит. Ну, это волк обычный. Давайте его завалим. Это мы скушаем, чтобы восстановить после него хп. Ну что, вроде бы я все сундуки залутал, ничего не пропустил. Потому что была, конечно, серия, когда я пропустил ящик, и было не очень приятно. Вы мне там в комментарии писали, что я слепой и тому подобное. Так, это я тоже лутал. Ну, вроде как все. Можно, наверное, бежать отсюда куда-нибудь в другое место. Конечно, можно сбегать домой и побежать в еще одну локацию. Было бы тоже неплохо, конечно, там залутаться. Я заберу, пожалуй, вот эти вещи с него. Так, ну, вроде тут больше мне искать нечего. Погнали отсюда, ребят. Погнали. Больше здесь нечего искать. Сейчас, короче, забежим домой, оставим все вещи, и продолжим уже лутаться в другом месте. Так, ну и что? 28 энергии нужно. А я, блин, потратил 30. Ну, ладно, у меня еще хватит, чтобы в каменные залежи сбегать, в горный хребет. Я сейчас все быстро скину, и как раз-таки серия целая получится. Ну, достаточно длинная, на самом деле. Фух. Давайте, ребята. Поехали. Оставляем все вещи мне ненужные, и можно уже будет бежать и продолжать поиски, ребят. Продолжать поиски. И что же еще, что же не сделаешь ради того, чтобы найти пропуск Бункер Браво? Если, конечно, мы его найдем, то я уже без серии, где у меня будет подготовка. Я сразу в следующей части пойду в него, там все. Залутаю вам, покажу все классные тактики на то, чтобы там, короче, как все быстро залутать, даже если вы маленький уровень. Все будет очень классно, ребята, у нас. Хотя, конечно, эту тактику я еще не проверял, но все-таки надеюсь, что она рабочая. По логике я догадался, я там уже побегал немножко, срубил там все деревья, потому что я просто туда по фану решил пробежать, проверить, работает ли теория с солдатом, который там мертвый валяется. Но это только с Бункером Альфа. Так, игра, ребята, зависла. Сейчас я, пожалуй, на паузу поставлю и перезайду в нее. Итак, ребята, все, гружусь домой, зашел уже. В общем-то, смотрите, я еще подумал, у меня сейчас 44 энергии, может быть, появится где-нибудь самолет вдалеке, и я смогу оттуда добежать. Было бы тоже очень неплохо. Там, ну, реально дофига чего можно найти. Вы мне уже, конечно, об этом писали, я тоже знаю, но мне что-то не везет с энергией. Там, знаете, рассчитано на то, чтобы задонатить в эту игру, короче. По-другому тут, как бы, ну, типа, никак практически в самолет не сбегаешь. Очень уж тебе должно повезти. Так, еще часть мы, кстати, нашли двигателя, тоже хорошо. И Рубер Парц мы, наконец-таки, собрали. Замечательно, осталось только двигатель собрать, еще 6 частей, и, получается, бензобак с рулем. И все, в общем-то, наш Чоппер будет уже готов. Так, оставляем здесь вот эти вот наши болтики. И потом Рубер Парц начну сюда складывать, и провода, наверное, я уже в дальнейшем прекращу собирать. У меня их реально уже много. Субтитры делал DimaTorzok И уже отправляемся. Вот 17 штук мне будет просто, ну, предостаточно. Плюс у меня еще есть эти мои аптечки. Блин, надеюсь, с оружием у меня не будет никаких проблем, и этого всего мне хватит. Тут, кстати, я дверь еще переставил, потому что там мне сундук мешал. Ну, мне было лень переставлять, короче, пол второго уровня там улучшать, чтобы поставить там сундук. В итоге я решил просто дверь переставить. Кстати, снова пробежал и не докоснулся, короче, да, вот этих вот кольев. О, аэродропчик. Ну, сбегаем. Че? Всего лишь 13 энергии. Ну, давайте, надеюсь, что-нибудь там классное у нас будет. Что-нибудь будет. У меня небо, на самом деле, знаете, я так подумал, что мне вообще со всеми не везет пропусками. Потому что у меня нет ни пропуска в бункер Ромео, у меня нет ни пропуска в бункер Браво. Мне вот реально вообще с пропусками это просто не мое. Мне кажется, это реально не мое. Так, ну что, кто у нас здесь будет? Надеюсь, у меня не будет, короче, пустого аэродропа, потому что я недавно посмотрел серию у одного ютубера Шмора, и я тоже по этой игре как бы у него видел видосики он начал снимать. И, в общем-то, я увидел то, что у него там была вообще очень неудачная серия. И, блин, он такой, ему и так не везет. И он еще, короче, в итоге залутал пустой аэродроп. Так, давайте увернемся. Замечательно. Эй, бей, ты что не бьешь-то? Замечательно. Так, возьмем мачете, чтобы мочкануть того здоровяка. Ну, в общем-то, я реально очень удивился то, что у него был просто пустой аэродроп. Так, ну снова не пропуск. Замечательно. Все показывают, типа, с фастбайтеров ему выпадает, с вот этих вот токсик спитер, или как их, я что-то не успел почитать название. Но, в общем-то, с этих всех зомбаков им реально очень много выпадает пропусков. И это, блин, ну, реально. Мне, конечно, я за вас рад, ребята. Вот, ну, честно, просто то, что вам так везет. Я, конечно, всем отвечаю на то, что вы везунчики и тому подобное. Но, блин, вот мне, чтобы так повезло, я, конечно, не знаю, что мне нужно сделать. Это просто, наверное, игра мне намекает на то, чтобы я сдонатил, когда у меня появится самолетик. Хотя они у меня не так уж и часто появляются. О, огнестрелы, нифига себе, это вообще хорошо. Я рад сейчас. Хотя, по моим эмоциям, наверное, это не видно, но, блин, я реально рад. Это офигенно очень. Такс, поменяю обратно на вот эту вот оружку. Итак, ребята, мы продолжаем. Прошу прощения за паузу. Я, в общем-то, отходил. Мне нужно было срочно отойти. Собственно, ребят, продолжаем. Я выбежал из локации. Пока что, чтобы меня там никто не мочканул. И можно продолжить здесь убивать зомби. Сколько тут еще осталось? Сейчас мы их всех добьем. Хорошо, что нашли огнестрелы. Еще раз повторюсь, это очень классный подгон в аэрдропах. Еще здесь я видел зомби. Я парочку даже убил, пока убегал из этой локации по-быстрому. Но все-таки, наверное, тут еще кто-то остался, я думаю. Ну, давайте поищем. Если уж никого нет, то можно будет отправляться в сложный лес. Так, соберем еще. О, блин, не успел. Фастбайтер, давай. Хотя ты на меня загорелся, дай мне хотя бы бункер бра... О, говнюк. Жадный просто. Не дал мне никакого пропуска. Так, собираем дальше, ребята. Ягоды ищем. Ну, это все, конечно, мне нужно. Просто, блин, понимаете, в этой игре, по идее, все нужно собирать. Оно все когда-нибудь пригодится. Вот, реально, это очень классно. Я обожаю... Я, на самом деле, такой вот... Именно в таких играх я реальный барахольщик. Я все пытаюсь собирать, потому что я знаю то, что это мне потом точно пригодится. Так, может быть, с него заберем веревки. Хотя у меня их так много, я даже не знаю, что с ними сделать. Так, ну, тут транзисторы остались, я их не буду собирать, у меня их реально много. И мне сказали то, что в комментариях этих транзисторов два стака, ну, просто будет тебе за глаза. Я такой, ну, ладно, окей, ребят, ничего в этом такого нет. Ну, давайте посмотрим, что у меня там места еще хватает на то, чтобы пойти в другую локацию. Или мы уже домой отправимся и потом в следующей части посмотрим, что у нас будет в другой локации. Просто серия уже 25 минут, ребят. Я просто думал, может быть, закончить и, блин, записать еще одну потом, где я там еще немножко побегаю, полутаюсь, там, тому подобное. Блин, что, игра снова зависла. Вы издеваетесь, что ли? Ой, ладно, ребят, короче, это, походу, намек на то, чтобы я закончил запись. Ну, блин, и так серия очень длинная получилась, на самом деле. Надеюсь, она вам понравилась. Мы нашли, наконец-таки, колесо. Для чопера осталось собрать только части, получается, двигателя. Двигателя и вот эти вот две вещи, которые вроде бы только с доната, что ли, можно получить или тому подобное. Может быть, все-таки вы мне писали то, что руль можно найти, либо бензобак, на самом деле. Все пишут, что что-то можно найти, а что-то нельзя. Вот я уже немного путаюсь. Ладно, ребят, нашли еще огнестрел в аэрдропах. Это все очень классно. Серия мне самому понравилась. Обожаю вообще просто так бегать, выживать вместе с вами. Это, на самом деле, очень классно. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии с подсказками. Все, до единого читаю. Огромное спасибо, удачи и пока-пока.